Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла Коринфянам и приходим уже к последней главе, 16. Здесь апостол Павел завершает свое послание, переходя к совершенно новой теме, сугубо практической теме. Первое — это о сборе пожертвований для иерусалимских общин. Апостол Павел был послан 12-ю не только для проповеди Господа Иисуса Христа, но и для воспомоществования иерусалимским общинам. Это была вторая его задача при его миссионерских путешествиях. Он описывает тот формат и тот способ сбора пожертвований, который был, по мнению апостола Павла, более эффективным. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет им не отправиться, то они со мною пойдут». Нужно обратить внимание, а зачем нужны подаяния в Иерусалим? Здесь есть несколько факторов. Первое — это тот голод, который был на Святой Земле, и который на самом деле очень многих людей разорил и привел их в бедственное состояние. Второе — Палестина была не самым, на самом деле, богатым регионом Римской империи, и поэтому христиане нуждались в подаянии, особенно первенствующая церковь. Более того, мы с вами, читая деяния святых апостолов, видели, как многие люди остались в общении с апостолами в Иерусалиме после Пятидесятницы. Также мы видели, что богатые христиане, ну вообще кто что имел, продавали свои имения, свое имущество, и входили в такое общение имуществ, то есть они пользовались это для общих целей. Более того, христиане все-таки стали выделяться из остальных иудеев. Это языческий мир воспринимал христиан как некое ответвление, как секту иудейскую. В то же время сами иудеи уже христиан так не воспринимают. Мы с вами прекрасно видели период проповеди Господа Иисуса Христа, когда Христа упрекают буквально во всех неточностях в исполнении тех или иных преданий старцев. Что же говорить уже о христианах, которые собирались дополнительно для того, чтобы преломить хлеб, для того, чтобы совершить таинство Евхаристии, таинство причащения. Это было непонятно иудеям. Более того, в такой религиозной стране, как иудея, вполне возможно, что христиане перестали иметь возможность так легко найти какую-то работу и какой-то заработок. И поэтому апостол Павел и занимается сбором пожертвований от остальных церквей. Он предлагает очень интересную систему, которая избавляла его от подозрений, что он собирает эти пожертвования для себя. Обратите внимание, что он не ставит здесь никаких требований по части от своего достатка. Здесь не написано «собирайте десятину», а «пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». С течением времени, пока нет апостола Павла, они потихоньку собирают это подаяние. Когда приходит апостол Павел, он уже направляет людей, которых избрала община, для того, чтобы они принесли это подаяние в Иерусалим. Зачем это делать? Опять же, чтобы не казалось, что апостол Павел все это взял себе и потратил это все на себя. Для того, чтобы отвести от себя всякое подозрение в нечестности. Далее. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие – великая и широкая дверь, и привратников много». Обратим внимание на то, что апостол Павел здесь рассказывает о своих планах, о том, что он, если на то будет воля Божия, хочет прийти в Коринф не мимоходом, не быстро, не на несколько дней, а на длительный промежуток времени. Напомним, что первая его проповедь в Коринфе занимала порядка полутора лет. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он у вас был безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто, не пренебрегая его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Обратим внимание на то, что апостол Павел говорит о своих собратьях, о своих соработниках, которые приходят в Коринфскую общину, и которых апостол Павел просит приветствовать, просит им оказать должное почтение. Дальше он дает очень краткое, но в то же время красивое пожелание. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Очень емкое по своему смысловому содержанию, и в то же время очень короткое в своем словесном выражении совет апостола Павла. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната, Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо мой дух и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Слово «почитать» в данном случае относится не только к уважительному отношению, но скорее к содержанию людей, которые служат исключительно делу церковного блага. Когда мы с вами читаем в Ветхом Завете слова «почитай Отца и Матерь Твою», то в буквальном прочтении это значит «содержи Отца и Матерь Твою», потому что часто бывало, что люди, которые теряли здоровье, теряли силы трудиться, могли быть выброшены семьей как ненужные люди и не имели никакого содержания. Эта же проблема возникала и во время пришествия в мир Господа Иисуса Христа, о чем он говорит в споре с фарисеями, когда некоторые люди, дабы не содержать своих родителей, называли свое имущество даром храму, сами им пользовались, отдавая определенную часть этого имущества в храм ежемесячно, ежегодно, в какой-то промежуток времени. Но в то же время не содержали своих родителей, нарушая тем самым прямую заповедь Божию. «Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием». Апостол Павел в данном блоке стихов показывает весь вселенский и интернациональный масштаб церкви, когда церкви общаются друг с другом, церкви являются родными друг другу, и они же призываются к взаимной любви и взаимному приветствию. «Мое Павлова приветствие собственноручно, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран, афа». Апостол Павел лишь подписывает послание, все остальное пишет за него, под его диктовку, стенограф. И вот здесь стоит именно подпись апостола Павла. И он же здесь говорит о любви Господа Иисуса Христа, о том, что это необходимо для того, чтобы быть внутри церкви. «Маран, афа, да будет отлучен до пришествия Господа». Анафема «маран, афа». Так это прочитывается. А далее последнее Павлова приветствие и благословение звучит следующим образом. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». На этом мы с вами заканчиваем разбор первого послания апостола Павла к Коринфянам. Храни вас всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok